Смотрите сегодня в выпуске. Ответ оккупантам. В прокуратуре Автономной Республики Крым обещают открыть уголовное производство в связи с решением Крымского суда о заочном аресте Рефата Чубарова. Закон о свободной экономической зоне Крым отменить или исправить? Народный депутат Мустафа Джемилев анонсирует решение вопроса к концу года. Территория Крым. Украинские политики обещают иностранцам уголовную ответственность за незаконное посещение оккупированного полуострова. В ожидании зимы крымчане жалуются за российскую пенсию, не могут купить дров на зиму. Все лица, причастные к уголовному делу оккупационных спецслужб, которое возбуждено в Крыму в отношении главы Меджлиса крымско-татарского народа Рефата Чубарова, будут привлечены к ответственности. Об этом заявил первый заместитель прокурора Автономной Республики Крым Назар Холодницкий. По его словам, прокуратура уже сформировала свою оценку судебному решению о заочном аресте Чубарова и в целом по обвинениям в отношении него со стороны оккупационных спецслужб. Напомним, Киевский районный суд Симферополя принял решение об аресте главы Меджлиса на два месяца. Постановление от 6 октября Чубаров получил по почте в Киеве. В прокуратуре ожидают заявление от Рефата Чубарова, после подачи которого будет открыто уголовное производство по части 1 статьи 346 Уголовного кодекса Украины. Угроза свободе народного депутата, связанная с его государственной или общественной деятельностью. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до пяти лет. Отметим, столько же предусматривает и статья 281 Российского Уголовного кодекса, которую инкриминируют оккупанты Рефату Чубарову. Закон о свободной экономической зоне Крым, против которого выступают участники гражданской блокады оккупированного полуострова, не будет отменен, а его подкорректируют. Поправки к документу будут приняты к концу года. Об этом заявил народный депутат Украины, лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев. По его словам, на данный момент продолжаются переговоры о возможных вариантах отмены коррупционных факторов, изначально заложенных в закон. Сейчас, насколько мне сообщают, есть какие-то там два проекта, направленные на отмену. Ну, просто так, там не говорится об полностью отмене, но проводятся какие-то уточнения. В ближайшее время этот законопроект будет реализовываться. Ну, до нового года ожидается оно хоть увидеть? Я думаю, да. Отметим, в начале октября активист гражданской блокады Крыма, член Меджлиса Эскандер Бариев в эфире Черноморской телерадиокомпании анонсировал отмену закона АСС Крым. Притом, по его словам, это должно было произойти к концу ноября. Бариев также заявлял о необходимости оперативного решения этого вопроса, поскольку продолжать блокирование Крыма в условиях похолодания значительно сложнее. Есть решение, согласно которому на некоторое время Верховная Рада приостановит, не будет проводить пленарное заседание до начала ноября, насколько мне известно, где-то до 5 или 6 ноября. И это, конечно, во временном плане усложняет процесс, потому что на акции, а вот сейчас уже похолодало, находятся люди. Люди, которые находятся там, стоят в холод, тем более это не в каком-то теплом здании. Теперь же, судя по словам Джемилева, дата отмены закона о свободной экономической зоне Крым сдвигается к концу года. Такую отсрочку депутаты поясняют необходимостью отработки механизма принятия решения об отмене норм коррупционного закона. Администрация президента, там работает рабочая группа вместе с правозащитниками, с Харьковской правозащитной группой, КрымСОС, еще несколько серьезных центров. Мы пытаемся найти решение такое, чтобы не нарушались права человека, не нарушалась конвенция. Пока мы не решим эти проблемы, а мы должны их решать, говорить сегодня об функционировании в нормальном режиме взаимоотношений с оккупированной территорией невозможно. Переговоры, о которых говорит Георгий Лагвинский, являются новой вводной в истории с отменой закона АСС Крым. Как известно, в парламенте имеются как минимум четыре законопроекта, которые предусматривают отмену этого закона. Его авторами являются депутаты из различных фракций. Однако ни один из них так и не вынесен на рассмотрение в сессионный зал, даже после начала гражданской блокады Крыма. Теперь же политики говорят уже о новых причинах, которые препятствуют оперативному решению проблемы. Украинские политики намерены бороться с представителями Европейского Союза, которые в рамках российских программ посещают оккупированный Крым. Чаще всего это сторонники оппозиционных политических сил. Приглашая их на полуостров, российские власти пытаются показать, что оккупированный Крым не является серой зоной. Россия открыта программа, по нашим данным на нее выделено более 50 миллионов долларов, для того, чтобы максимально признать аннексию Крыма как законную передачу власти и имущества, а также нашей территории. Для чего? Отдельные представители Госдумы Российской Федерации проводят постоянные переговоры с депутатами, министрами, политиками и проводят так называемые экскурсионные поездки на нашу территорию. 27 октября Севастополь посетила сербская делегация. До этого в Крым приезжали французы, англичане, немцы и греки. Все факты в обход Украины – в нарушении отечественного и международного законодательства. Однако, отмечают сами нарушители, не все решаются на такой шаг. Сегодня многие боятся ехать в Крым. Возможно, уже в самом скором времени это будет делом престижа. Для нас большая честь, что мы первая делегация, которая приехала к вам. Мы вас поддерживаем и благодарим за гостеприимство. Статья 332 Уголовного кодекса Украины предусматривает уголовную ответственность для лиц, которые пребывают на оккупированной территории страны без согласования с украинскими властями. По этому факту уже вручены подозрения представителям делегации французских депутатов, которые осенью посещали Крым. Такая же судьба ждет и бывшего итальянского премьер-министра Сильвио Берлускони, который не только незаконно посетил Крым, но и нанес финансовый ущерб Украине, распив вместе с российским президентом Владимиром Путиным дорогое коллекционное вино из подвалов Массандры. Мы четко заявляем, что независимость от статуса, от положения, мы будем привлекать каждого, и господин Берлускони является не исключением. Итак, я вам демонстрирую документы в Генеральной прокуратуре службы СПК Украины о том, что в отношении господина Берлускони открыто уголовное производство на территории Украины по статье 332 часть 1, а также по статье 191 за владение имуществом. Многие международные делегации, которых украинская сторона хотела видеть в Крыму, банально не могут попасть туда. Трудности связаны с нежеланием оккупационных и российских властей принимать мониторинговые группы на полуострове. За последний год известно только о двух эпизодах удачного пересечения админграницы с Крымом независимыми экспертами. За все время с момента оккупации всего лишь там смогли побывать комиссар по правам человека Парламентской ассамблеи Совета Европы Уженик и вторая делегация была турецкая в конце марта этого года. Турецкую делегацию они допустили по тем соображениям, что Турция не присоединилась к санкциям противоагрессора, имеет противоэкономические связи с Россией, видимо, полагала, что выводы этой делегации будут благоприятны для России. В итоге выводы турецкой стороны не удовлетворили российскую сторону и их мониторинговые группы больше не посещали Крым. Украинские парламентарии обещают реагировать на каждый факт незаконного посещения Крыма, в том числе и привлекая виновных к уголовной ответственности. Самый провозглашенный премьер Крыма Сергей Аксенов грозит увольнением главе оккупационного госкомитета по лесному и охотничьему хозяйству Василию Чабанову за срыв поставок дров населению. Жители крымских сел активно жалуются на горячую линию оккупационного правительства на то, что лесхоз не поставляет обещанные дрова, а соответствующие услуги частников обходятся в три раза дороже государственных расценок. Будут отвечать в полном объеме. Если в уголовном порядке выяснят конкретно, кто из должностных лесничеств покрывал эти ситуации, точно так же все под суд пойдут. В гослисходе в свою очередь обвиняют крымчан в самовольной вырубке лесных массивов. В начале 2015 года выявлены значительные объемы самовольных рубок, ущерб от которых составляет более 200 миллионов рублей. Материалы переданы в органы прокуратуры. Крымчане говорят, даже по государственной цене на дрова и уголь отапливать дома зимой накладно. Одна машина дров еще летом стоила столько же, сколько месячная пенсия пожилого человека. У нас машина дров стоила раньше по теплу еще 8-10 тысяч. А сейчас я не знаю, сколько стоит. А что делать? Надо топиться, надо жить. У Людмилы Семеновны в этом году случилось большое горе. Женщина потеряла самых близких родственников. Без их помощи жить ей стало тяжело. Благо, говорит пенсионерка, нашлись добрые люди, которые помогли сформировать запас дров и угля на зиму. Без помощи было бы трудно зимовать, поскольку жизнь в Крыму сейчас непростая, говорит пенсионерка. У меня муж похоронен и сын похоронен здесь в Кладбище за год. И я в такой беде. И запаслась. Помогли мне, конечно, запаслась дровами и углем. Я не покупаю дорогие. А вообще дорогие. Поедешь, пойдешь в магазин, 400 с лишним отдашь, ничего не принесешь. Алексею Сергеевичу на заготовку дров и угля на предстоящую зиму пришлось потратиться. Мужчина сравнивает российскую пенсию в Крыму с потребностями селян. Арифметика выходит такая. Я вот 60 тысяч отдал за уголь только, что мне 5 тонн уходит за зиму. Вот 60 тысяч я вложил, считай, пенсию годовую свою. И дрова тоже 11 тысяч машины, там 5 кубов или 6. Тоже зачем оно, ну что это за отопление такое? А что нам, 10 тысяч пенсии, пожалуйста. Как раз мне хватает на зиму, на отопление. Вот сейчас, как затоплю печку, и до самой весны. Вот, главное. Сосед Алексей Сергеевича Иван Федорович пока не покупал ни дрова, ни уголь. На свою пенсию позволить себе сформировать запасы на зиму не может. Надеется на помощь детей и вспоминает былые годы. По данным зампреда оккупационного госком леса, под вырубку деревьев для обеспечения крымчан дровами отданы 13% в территории лесных массивов. Что позволяет обеспечить дровами около 20 тысяч человек, при потребности в два раза больше. К началу сезона дрова смогли купить лишь 12 тысяч крымчан. Притом дефицит обнаружился уже после наступления холодов. Хотя ранее профильные оккупационные чиновники наперебой уверяли, что проблем с обеспечением населения дровами не будет.